Всем привет! Вы смотрите Sony Vegas Размытие или просто Фокус? Я считаю, данное видео, которое я выложу в YouTube, оно на любитель. То есть, либо оно понравится, либо оно не понравится. То есть, это, я считаю, видео для начинающих, кто хочет что-то новое для себя открыть в Sony Vegas. А для тех, кому я расскажу что-то из старого, ну, из старых тем, кто уже давно занимается Sony Vegas, я ничего нового не открою. То есть, я как бы, как сказать, не открыл для вас новые знания. То есть, я просто рассказываю про те знания, которые уже, ну, те люди, которые уже давно работают просто в Sony Vegas, и они знают все тонкости Sony Vegas. Я рассказываю для тех, кто не знает все тонкости Sony Vegas. Хочу также передать привет тебе, Артур Габранс, потому что я пару дней назад писал тебе на эту тему, что я хочу добиться фокуса, когда лицо четкое, а сзади размыто. Как это должно выглядеть? Примерно вот так вот. Замечайте то, что размыто, а мое лицо четкое. Или когда, ну, то есть, это актуально очень в кино, когда главный герой показывает человеком, то есть, крупным планом. И лицо четкое, ну, лицо четкое, а задний план, в общем, размыт. Или как это должно быть выглядеть? Или наоборот. Лицо не четкое, но вот это то, что вы видите, например, будет четкое. Или наоборот. Лицо не четкое, но вот это место должно быть четкое. Ну, в общем, вот так вот. В общем, с фокусом можно по-разному работать. Иногда у некоторых вопрос возникает, Дима, ну, Дима, а как ты добился этого эффекта? Я говорю, что я не покупал никакую камеру, это все та же самая мыльница в 720 HD. Хотя я могу сделать, срендерить в 1800, значит, в Full HD. Конечно, можно купить крутую видеокамеру или фотоаппарат с фокусом, и не нужно ничего делать с Sony Egos в плане фокуса. Но у кого, например, как у меня мыльница или что-то дешевое, вариант, конечно, фокус можно сделать, чтобы сделать неплохое видео. Или сделать какую-нибудь караметражку, либо уже снять свой фильм. На основном этот фокус я хочу использовать в каких-то отдельных проектах. То есть, все время я не хотел бы использовать этот фокус. Давайте я вам покажу, как я добился, в общем, этого эффекта фокуса. Сначала у меня ничего не получалось, а потом я решил попробовать. У меня неплохо, в общем, получилось. Второй раз записываю это видео. В общем, пользуюсь программой Sony Vegas Pro 13. Можно считать, как последняя версия 2016 года. В 2017 году, может, уже что-то новое появилось. Ладно, поехали. В общем, нажимаю файл, открыть. Беру вот это конкретное видео. То есть, обрезаю. Ну, то есть, монтаж вот примерно до этого места. И, как мне удобно, вот так вот делаю. То есть, видео получается... Идет 28 секунд. Значит, мне нужно это скопировать, сделать новую видеодорожку, вставить видео, которое я скопировал еще раз. То есть, делаю дубляж. Убираю, в общем, эту дорожку, убираю эту дорожку. Обязательно нужно делать дубликат, иначе вы вырежете полностью лицом. То есть, оно будет вырезано. Так, значит, нам надо работать вот именно с верхней видеодорожки. Это важно. С нижней вы ничего не делаете. То есть, только с верхней. Нажимаете параметры или обрезка событий. Значит, нам нужна маска. Это нижний левый угол. Дальше я беру инструмент создания привязки. Вот. Делаю... Ну, обвожу вокруг лица. Некоторые моменты мне сложно объяснить. Только могу лишь показать. Вот. Делаю так. Потом делаю вот так. Так. Делаю вот такой вот квадрат. Делаю вот так. 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 И здесь вот соединяю. Готово. Дальше. Мне нужно... Эффект... Эффект... Ээээ... Расфиксировка Sony, или... В самом начале видео говорила про фокус. Или просто размытие. Добавить. Нажимаю ОК. И делаю радиус этого фокуса... Расфиксировки Sony. Ну... Примерно так. Дальше. Степь, порог расплывания... Это нужно... А. Нужно убрать. И получается... Примерно вот так вот. Вот. Ну что ж. Это закрыть. И получается в итоге вот так вот. То, что вы видели, да? То есть, если убрать... Приглушить, то вот так. До и после. А если вот так, то увидите. Фокус. Вот. Ну и на этом я хочу закончить этот видеоурок. Смотрите дальше. В общем. Вот вы посмотрели видеоурок. Фокус или просто размытие. Пишите свои комментарии. Также ты, Артур Габранс, мне пиши, что ты думаешь по поводу фокуса. Мне интересны ваши комментарии. Опять же, в самом начале видео я сказал, что данное видео, оно идет на любителей. То есть, либо оно вам понравится, либо вам это не понравится. Но, опять же, это должно быть интересно, кто... Ну, для начинающих монтажеров, для кто хочет снимать кино, кто хочет работать с профессиональной видеокамерой. Или просто с профессиональным фотоаппаратом. Так что пишите свои отзывы, комментарии. Кому это реально интересно. Ну и все. Всем, в общем, пока. Субтитры сделал DimaTorzok